День студентов День студентов Что касается меня, новогоднее настроение у меня появилось уже в ноябре Как так произошло? И пока оно все еще сохраняется, сессия начинается И думаю, благодаря каким-то украшениям, благодаря елочкам, про которые ты сказала, что в нашем училище Какой-то такой праздничный настрой С ноября, смотри-ка А если к январю и сякнет? Я пока держу в себе Вторая половина декабря Это бесконечные концерты Настроение новогоднее, но рабочее Да, кстати Даже 31-го работаем в этом году Вот, сегодня у нас в гостях струнно-смычковое отделение получается И знаете, я вот вспоминаю себя из детства и всегда был без ума от одного инструмента Каждый раз, когда я читал Шерлока Холмса или смотрел его Мне почему-то казалось, что все его эти суперспособности Разгадывать самые сверхтяжелые вопросы и прочее, прочее Связано с тем, что он постоянно играет на скрипке Сосредотачивается, играя на ней Вот, с возрастом я, конечно, понял, что дело не только в инструменте Наверное, нужные мозги очень сильные Но, тем не менее, вот, Аня, хотелось бы этот вопрос задать тебе Расскажи, ты используешь скрипку как инструмент, который позволяет тебе сосредоточиться И привести мысли в порядок? Начну с Шерлока Холмса, потому что я тоже очень люблю это произведение Мне кажется, что автор произведения не случайно выбрал вот такое хобби для Шерлока Холмса Потому что занятия музыкой, а скрипкой в том числе, скрипкой особенно Очень развивают интеллект, развивают мышление, логику И я уверена, что это действительно помогало известному сыщику Заниматься своей работой А я... Для меня все-таки скрипка — это работа И я предпочитаю отдыхать и как-то расслабляться И в том числе успокаиваться какими-то другими способами Но вот с недавнего времени меня начало увлекать вот именно занятия... Занятия на скрипке Какие-то такие усердные, вдумчивые И да, меня это сейчас успокаивает Вообще очень интересный инструмент Я слышала, Михаил Козинник, по-моему Да-да-да Про него говорил, что вот все инструменты в мире Они созданы таким образом, чтобы было человеку удобно на нем играть Все, кроме скрипка Это самое неудобное положение К нему очень долго нужно приспосабливаться Привыкать Ты долго привыкала? Да, это действительно так И я до сих пор привыкаю Хотя я занимаюсь на скрипке с шести лет Получается, сейчас скажу Это тринадцать лет уже сейчас Действительно сложный инструмент Сложный в плане, наверное, физиологии какой-то Потому что это неудобно Это непривычное состояние человека Естественно, никто никогда не занимается в таком положении Не ходит, ничего не делает И сложно во время долгих занятий Во время долгой игры Оставаться свободным То есть не зажимаются, чтобы мышцы не зажимались Это сложно Но с годами приходит какое-то осознание И понимание, как нужно делать И легче, и приятнее играть на скрипке Интересно, а у Чуваши традиционная скрипка Ну, народная скрипка Она очень похожа по форме на академическую Но манера игры вот не здесь Либо вот под сердце тыкает Либо на коленку ставит И вот так вертикально играет Более удобно За контрабастом вообще удобно стоять Или как происходит В принципе, контрабаст это тоже Такой же струнный смычковый инструмент И чтобы вообще овладеть смычком Это как бы тоже Мне кажется, это всю жизнь просто нужно Как сказать, его так покорять Много нюансов, да? Да, да Да, много нюансов И так же надо Ну, то есть Ну, нужно стараться быть в идеале Чтобы все было расслаблено То есть, чтобы никаких зажимов С музыкой вообще в целом Так это и с пением связано С любым инструментом Я замечаю, когда стараешься И появляется при этом напряжение Это уже сколы Это уже не тот звук Когда ты сам свободен Надо находить между вот этим И сосредоточенностью какой-то Но и внутренней расслабленностью Свободой, чтобы шел звук И голос любого инструмента Баланс, да Но я знаю, Женя, что ты взялся за контрабазну В училище поступил Тебе 31 год Сейчас ты уже закончил успешно Этим летом Расскажи, твой пример просто вдохновляет Что можно в любой этап жизни Что-то новое начать Новое изучать И такую творческую специальность обрести Ну, на самом деле Я занимался родственным инструментом Контрабазу Это бас-гитара С 13 лет я занимался И, в принципе, это помогло мне Ну, ты самостоятельно Да, я самостоятельно Да, с самообразованием занимался Вот То есть, ну, полностью Полностью своя инициатива Это как бы родственное инструмент Одинаковый строй Мне, то есть Было проще в плане освоения грифа Ну, потом, конечно, я понял Что это совершенно другой инструмент То есть И тут Очень много нюансов Но, тем не менее, это мне помогло А почему вдруг контрабаз? А, контрабаз, да Ну, просто вот Так получилось, что Была возможность На тот момент Когда я поступал Из училища Была возможность Устроиться в оркестр В один из оркестров наших Чиварских Ну, тем не менее Ну, чтобы То устроиться Нужно было владеть контрабазом Ну, соответственно Это как бы не так Все просто оказалось А в оркестре Ты с какого курса Обучения? С третьего курса Я начал И сейчас активно Продолжаешь Твоя работа Можно сказать Здорово Ну, у нас есть Небольшой видеофрагмент Где ты играешь В ансамбле Здорово, что ты это дело Учебы довело до конца Сейчас предлагаем Посмотреть это короткое Видео Восемнадцатого года Восемнадцатого года Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, люблю я звучание Струны смычковых инструментов Это очень красиво Согласно чувашским мифам Считается, что скрипку Как и ударные инструменты Сотворил сам Господь А все остальные инструменты Созданы его антагонистом Древние чуваши считали Что именно звуки, скрипки Ну и волынки иногда Но чаще скрипки Могут очистить именно человека Всю его душу, мысли Вот такое отношение интересное Я даже слышала, что Среди всех музыкантов В оркестре Скрипачи всегда Выделяют с таким Приподнятым настроением Музыка, целебное звучание инструментов Да, вот, Аня Это правда? Вы всегда веселые? Мы стараемся Как я думаю, как и все музыканты Мы стараемся как-то Быть в приподнятом настроении Вообще, да, я знаю о том, что Скрипка очень распространена В чувашских коллективах И издревле она используется Я даже знаю, что сейчас До сих пор в чувашских деревнях Можно найти вот эти скрипки На которых играли уже очень давно Да, я знаю, что в нашем фольклорном Вот вашем коллективе Тоже вы любите приглашать Да, нас, скрипачей Необходимо Помочь вам в выступлениях Да, скрипка очень украшает Чувашские народные песни На самом деле Они как-то очень Тембр, может быть, подходит Звучат очень красиво Правда, правда А вот с контрабасом Я знаком только в какой-то степени Когда я был помладше Я читала такие произведения Как Таня Гротарь и так далее Автор Дмитрий Емец Вот там контрабас Не совсем по назначению используется Девочка на нем летает Вместо метлы? Вместо метлы, получается Это пародина Гарри Поттера И, собственно говоря Он летает на метле А она вот на контрабасе И вот Хотелось бы спросить Вдруг это метафора на самом деле Ну, дает ли контрабас ощущение Какого-то полета во время игры Не знаю Оторванности от земли И что-нибудь такое Ощущение полета Это, наверное, в идеале Такое состояние В котором нужно пребывать Когда ты берешь этот инструмент И вообще занимаешься на нем А вообще ощущение полета Это Тут уже все связано А тут Зависит от того Проснулся ты утром Был способ У тебя хорошее настроение Ты позавтракал Сделал зарядку Дальше пошел заниматься На контрабасе Долго разыгрывался Правую руку Левую руку Гаммы Потом начинаешь играть Пьесы И какое-то ощущение появляется Как будто бы Вроде не стоишь А оторвался от земли И в каком-то потоке В каком-то едином Как бы находишься Играешь И как-то со мной все легко получается То есть, наверное Вот это состояние В идеале Как бы Должно быть такое рабочее состояние Когда ты берешь инструмент Вообще Уже в любой момент И, наверное, профессионал Который Который прямо профессионал Берет инструмент И сразу же в таком состоянии Находится Вот Мне, как и человеку Которому еще Нужно Много еще Можно сказать Осваивать Нужно заниматься Этим инструментом Ну, мне все еще Это предстоит Ну Есть к чему стремиться В общем Что хочу сказать Совершенству предела нет Это правда Вот на отделении Вашем Учат играть На скрипке Альте Верночей Да И на контрабасе Контрабасе Вот интересно Для непрофессионала Все эти инструменты похожи Но размерами отличаются Да, тембром Кто-то может услышать Понять Строем Строем Вот, любопытно Вы пробовали На каком-то родственном инструменте Играть Что из этого получалось Не получалось Помимо своего Основного Ну Опять же Вот Я подчеркнул То, что строем Отличаются Так как строй У виолончели И у альта И у скрипки У них один строй Ну, квинтовый У контрабаса Квартовый строй То есть Для меня было бы Это сложно Просто взять И заиграть Волончели Хотя, в принципе Тоже такой же Струнный инструмент Поэтому я не пробовал Честно Потому что Мой русский инструмент Бас-гитара Как бы Ну, там проще Кажется Все, конечно А я, да Не только пробовала Я еще играла И даже сдавала Альт То есть я сдавала Экзамен по альту Потому что В училище У нас дополнительный инструмент У скрипачей Это альт То есть все Обучаются на третьем курсе За целый год Обучение игре на альте И на самом деле Это не так Чтобы совершенно Что-то другое И нужно этому Очень долго Учиться И понимать Потому что Кроме того Что Немного Отличается строение Инструмента Совсем чуть-чуть Способ игры Абсолютно такой же Как и на скрипке Поэтому Немного Нужно уроков Чтобы что-то там Переосмыслить Немножко Немного А это Нетрудно Вот Я пробовала Играть на альте Но он менее популярен Чем скрипка В целом Да так можно посудить По составу оркестра Например Вообще Альтистов хороших Всегда не хватает Не знаю Может это связано с тем Что на скрипке Обучают игре С самого детства А на альт Можно перейти Только уже В возрослом возрасте И Ну Видимо Люди делают это Вот не часто Видимо Остаются решать Что на скрипке И дальше Играть Вообще Оркестр струнно-смычкового Отделения Он всегда звучит Очень красиво И вот Поэтому мне бы хотелось Показать нашим телезрителям Небольшую нарезочку Где как раз таки Выступают и студенты И преподаватели Вашего отделения Давайте посмотрим Очень красиво Это все звучит КОНЕЦ КОНЕЦ Вообще Во всех оркестрах Республики Играют выпускники Вашего отделения У него на самом деле Очень долгая Богатая история 90 лет Как училище Так и вашему Отделению И можно назвать В этом смысле Кузницей кадров Да По-настоящему Потому что для республики Прежде всего И Женя Вот ты только что Выпустился С третьего курса В оркестре играешь И сейчас Это продолжается Быть Твоей работой Но обучение Ты продолжаешь Где-то Обучение Да Я поступил На факультет искусств ЧГУ И дальше Продолжаю В таком же направлении Двигаться Также контрабас У меня Вот Сейчас скорая сессия На дворе Готовлюсь Занимаюсь Это сколько лет Еще нужно Если Заочное отделение Ускорено У меня три года Еще будет Обучение Проходить Рассчитываю Так сказать Еще Набраться Опыта Более Аня А вот ты уже На четвертом курсе И значит Впереди Большая работа Да Как рассказать О своих планах Уровень подготовки Куда позволяет тебе Поступить сейчас По твоим ощущениям Куда ты планируешь У нас В России Много Хороших Учебных Высших Учебных заведений В которые Можно поступить И вы правильно Отметили Что наше Струнное отделение Выпускает Очень много Квалифицированных Профессиональных Музыкантов И не только Для республики Но и вообще По всей России Наши выпускники Играют В лучших Оркестрах России В оркестрах Большого театра В оркестре Владимира Спивакова И в других Также обучаются Тоже И что касается Меня Я также планирую Естественно Поступать в консерваторию Я уже выбрала этот свой путь Музыканта И для меня Наиболее Привлекательные Варианты Это Нижний Новгород Москва Но В большей мере Москва Потому что Я считаю Что там Есть очень достойные Профессора У которых Можно поучиться Научиться Очень многому В прошлом году Ты получила Диплом На конкурсе Развлековка Приглашает друзей Вообще Как часто Ты участвуешь В подобных мероприятиях Это как-то Тебя дополнительно Мотивирует Заниматься Более усердно Да Безусловно Безусловно Это мотивирует Очень вдохновляет И причем Это очень полезная работа Тем Что Подготовка К конкурсу Она занимает Естественно Длительное время Но она очень повышает Уровень музыканта Вот А само выступление Во-первых Это большой опыт Потому что нужно Совладать со своими эмоциями Выдать И показать все Что ты умеешь А также Послушать других Музыкантов Других скрипачей Это очень интересно И ты Либо Находишь то Чему ты хочешь научиться Слышишь то Чему хочешь научиться Либо Ты слышишь то Что ты делаешь уже лучше И это радует Да Это очень здорово Но очень радует Что уровень подготовки У нас в училище Такой замечательный И наши выпускники Действительно Во всех уголках Нашей страны Присутствуют Насчет уровня Подготовки выпускников Предлагаю сейчас Посмотреть видео Выпускницы Дарины Ивановой Которая выступала У нас В училище На концерте Посвященном 90-летию И училище И получается Вашего страны Смычкового отделения Давайте посмотрим Смычкового отделения Как быстро прилетел Наша передача Ребят, спасибо вам, что пришли С нами были Анна Виноградова И Женя Яковлев Выпускники Стройно-смычкового отделения И будущая выпускница А мы с вами прощаемся Чебер Юлар До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова